Хоба! Привет! С вами доктор Влад. У нас 14 градусов уже, но витрина сильная и дождячок идёт. Ребят, у нас в воскресенье будет летнее время, так что вот я сегодня немножко тренируюсь. Вот, но слабо получается. То есть вот сейчас у нас время... Сколько времени? 7.35, а будет 8.35 уже. Вот так. Ладно, новости-то какие? Ох, хорошая новость! Госдума освободит работников госкомпаний от ответственности за коррупцию. Прикиньте, да? Если вот это вот коррупционное правонарушение признается следствием независящих от работников обстоятельств. Допустим, шеф сказал собрать по 1000 долларов. Ну вот и всё. От него-то это не зависит. Вообще наглость, да? Царьград разбирает, почему сбой интернета. Ну, якобы, значит, тут вот США предупреждали, сбой интернета в России могли устроить из-за океана. Но, тем не менее, всё-таки они приходят к выводу, что Роскомнадзор принял решение замедлить твиттер в России, вплоть до прекращения доступа. После того, как это решение начали притворять в жизнь, пользователи сообщили о сбоях в работе сайта Кремля, правительства России, Госдумы, МВД, Следственного комитета и ряда других министерств и ведомств. Лёг сайт Ростелеком и даже самого Роскомнадзора. Ох ты, ёлы-палы. Ну, ребята, Путин понятия не имеет, что такое интернет, ему не объясняли. И вот он собирается с ним воевать. Ну, ладно. Лучше, чем с Украиной-то, да? Может, как-то отвлечётся немножко. Норгнитель выплатил рекордный штраф в 146 миллиардов рублей за разлив топлива. Да, это всё ерунда. Песков заявил о переносе послания Путина федерального госсобрания, нет, федеральному собранию дательной поддержи, да? Ну, переносят. Дата сдвигается, точной даты нету. Нечего ему говорить, вот просто уже нечего говорить, и всё. Морские улитки Элизия оказались способны регенерировать своё тело из отделённой головы. Ох, чёрт возьми, а, вот бы изучить, да, вот. Голову отрубил, бах, а из головы новое туловище. Как здорово. Ранее другие учёные нашли гены против рака у китов. Предстоит выяснить принцип их работы в организме. Сейчас в медицине стали денежки давать, да, и вот начали работать. Не только с коронавирусом вообще. Пользователи пожаловались на сбой в работе Ютуба и Гугла в России, и ещё и Ютуб из Гугла. Ну, вот я задал вопрос, нормально меня слышно, видно? Да, все вот написали, всё хорошо, прекрасная маркиза. А я сейчас посмотрю примерно. По просмотрам, сейчас должно быть у первого ролика уже за тысячу. О, 2178, у второго 1300. Нормально всё. Я очень рад. Некоторые госуслуги могут стать недоступными без биометрии. Значит, будут активизировать сбор биометрических данных россиян. Угу, вот это да. Биометрия должна усилить безопасность. Ну, это что, это пальчики, да? У меня раза три пальчики здесь снимали. Ну, здесь это хорошо организовано. Так, спутник В. Не то, что я там в тюрьму попадал или ещё куда-то. Как приехал, а, как приехал, радужку, по-моему, сняли. Тоже пальчики, ещё что-то я вот. Ну, в общем, так, да. Спутник В зарегистрирован в Кении и Марокко. Ну, это счастье. У меня тут один чел спросил, ну, в комментарии. А что, говорит, у вас говорят вообще про вакцины? Да у нас как-то ничего не говорят. У нас просто люди идут и вакцинируются. Ну, ребят, у нас люди доверяют, как бы, правительству, понимаете. Вот. Потому что за этим строгий надзор. Вот. И потом Америка ни с кем не делится своей вакцины. Нет. До свидос. Пока всех не отвакцинируем, никому ничего не дадим. Ну, хорошо это или плохо, не знаю. Но у нас так. Президент Армении оспорил увольнение главы Денштаба страны. Ну, а кто ж его уволил-то? Кто-то его уволил. Никол Пашинян, премьер-министр. Что-то у них там делается. Никак. Это Зуля сказал. Я тут читал про Чака Нориса. Она говорит, похоже на армянское радио. Да, похоже. Да, действительно похоже. Так, Ростелеком восстановил доступ к ряду государственных сайтов. Но не ко всем. К ряду. Ряд. Причины сбоя изучаются. Ну, давайте. В Кремле считают обоснованными меры, обязывающие иностранные сайты выполнять законы РФ. А не шел бы ты лесом, товарищ Песков, а? Ну, вот так я скажу просто и все. Со своей точки зрения. В Минцифры назвали причину сбоя в работе сайтов госорганов. Ну и чего? Маршрутизаторы в сети Ростелеком сбились. Сбились в кучу. Так, в туалете задержанного российского министра нашли тайник с миллионами рублей. Ой, ой, кто такой? В туалете так. Министр здравоохранения Республики Алтай Сергей Коваленко. Шесть миллионов рублей в туалете. Завернутые надежно спрятанные пачки банкнот хранились у чиновника дома. Он сам показал представителям правоохранительных органов. Ну, не дурака. Жене бы оставил детям. Не, все показал. Российский хоккеист умер во время тренировки. Игорь Хацей. В 48 лет ему скончался после потери сознания во время тренировки любительской команды в Ледовом дворце на улице Тололихина в Москве. Отмечается, что тело Хацея нашли у скамейки запасных в игровом зале. Да, боже ж ты мой, что такое? Что такое? Наверное, перегрузил старую же. Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство. Ну, это как это вот так, а? Ну, как это вот так вот? Ух ты. А здесь что-то еще. Ну, это Леонтуро. На Украине возмутились празднованием открытия женских туалетов в университете. Да вы что, ребята? А-а-а, что вы, что вы? Ладно, хорошо. От Белоруссии на Евровидение поедут поддержавшие Лукашенко участники КВН. КВН, мы в свое время шутили, что такой телевизор КВН купил, включил, не работает. Был такой первый, да. У нас не было. У нас первый телевизор был. Волна, потом там в это же время выпускался сигнал. Ну, уже такой хороший он. Как сейчас помню, 330 рублей стоил. А первый магнитофон, ну, у меня отец, радиолюбитель. Вот. И он, это, первый магнитофон был Айдос-9М. У меня брат поступил в институт. Не помню, какой год. Да, это не важно. Так. А, 60? 66-й. Что-то помню, что-то помню. ФСБ сообщило о предотвращении теракта в Пенинской области. Господи, ещё, что ли? А, ну, это школьник, да. У него были изъяты ружьё, порох, а также средства связи. Компьютер, что ли? Ладно. Россиян предупредили о пике рекордного похолодания. После него потепление принесёт поток воздуха, согретого гольфстримом. Что-то Россия уже имеет отношение к гольфстриму, что ли? Европейская часть России на фоне мощного арктического вторжения пережила рекордно низкие для этого времени года температуры. Так, в Архангельске накануне температура воздуха опустилась до минус 35. В Петрозаводске почти до минус 30. Однако вторник был лишь началом арктического вторжения. Ребят, пересмотрите фильм послезавтра. И Бог, вот это ведь про вас. Так, атака из любопытства. Хатеры взломали 150 тысяч камер по всему миру. Вот так вот. Причём вот этот глава вот этой хатерской группировки взял и позвонил. Куда он позвонил? И сказал, что, ребят, у вас что-то очень плохая защита. Да, этот взлом демонстрирует, насколько широко за нами ведётся наблюдение, и как мало внимания уделяется защите используемых для этого платформ. Да, позвонил где-то вот тут было. Надо же, ещё и позвонил. Покакал перед дверью, позвонил, попросил бумажки, да? Так, в ночь на среду в Рязановской области ожидается аномальный минус 27. Ну, хоть не 127, ребят, но держитесь как-нибудь. Держитесь. Пять авто, для которых 300 тысяч километров – не приговор. Да японки, ребята, конечно, у неё уже весь кузов ржавый, а она всё едет и едет. У нас тут тоже есть 200 тысяч миль. Это побольше, чем 300 тысяч километров. Ниссан Алмэра, а я даже такой не знаю. Хонда Сивик. Ну да, вот это да, это популярная машина. Опель Астра. Ну, таких у нас маловато. Рено Логан. Это что-то какая-то ваша, я не знаю такой. Я такой не знаю. Тиа Сарата. Ну, Тиев у нас полно, но Тиев. Тиев, привет. Тиа Сарата, не знаю я Тиа Сарата. Так, всё, поделиться в изборной. Ну, я поделился уже в изборной, не буду. Пилот выжил после крушения самолёта и месяц бродил под джунглем. Месяц в Бразилии, у джунглях Амазонии. Кошмар. 36-летний Антонио считался пропавшим без вести с конца января. Он вылетел на своей Сесне из города Аленкер в соседней Альме Рим и вынужден был совершить аварийную посадку из-за поломки. Судно загорелось. Спустя неделю после его пропажи спасательные группы прекратили поиски, потому что они не нашли даже обломки самолёта. Ребят, Амазонская вот эта серия – это вообще мрак. Мужчине пришлось 36 дней выживать в джунглях, питаться остатками провианта, который он успел вынести с борта до пожара, птичьими яйцами и фруктами, которые удалось найти. Через пять недель лётчик случайно наткнулся на группу сборщиков каштанов. Офигеть! Вы молодец, мужик, да? Стена. Это из живого журнала. Началась война Путина со свободным интернетом. Роскомнадзор заявил, что принял меры для первичного замедления скорости работы социальной сети Twitter. Причиной этих мер названа защита российских граждан и принуждение интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Росфедерации. Следующим под удар попадёт Фейсбук. В атаку бросили Володина. Ох, ёлы-палы, Фейсбук. Мария Захарова заявила, что западные IT-компании напрямую нарушают законы РФ. Боже мой! Готовьтесь, аудитория телевизора быстро уменьшается. Цензура в интернете будет объяснена, ну, в общем, понятно, чем? Терроризмом, пропагандой и так далее, и так далее. А-а-а, вот это да. Так, посмотрим. Комиссия по этике законодательного собрания Петербурга рассмотрит инцидент с участием депутата Резника. Как напоминает питерское издание Фонтанка, вчера в квартире родственника Резника произошёл обыск в рамках уголовного дела по наркотической статье. Сам Резник, который в тот момент находился на месте событий, заявил РБК, что стал свидетелем маски-шоу полицейских и назвал чушью сообщение о его задержании. Он известен своей критикой властей, в частности, губернатора Беглова из Питера Заксобрания Макарова. Давят, давят. В Татарстане покончила с собой глава городского центра занятости. Боже ж ты мой. 39 лет, симпатичная женщина. И что такое на почве конфликтов с руководством Минтруда Татарстана? Боже ж ты мой, из-за этого вешатся. Ну, я не знаю, что там. Фу-фу. Да. В Саратовской области хотят на 5 лет увеличить предельный возраст молодёжи. До 70, что ли, или как? А, молодёжи. Ну, депутаты обсудили вопрос. До 35. С 30 до 35. И здесь же, в Хвалынском районе, это Саратская область, сельчанин избил бутыльника, собутыльника, и обвалил его кипятком за то, что тот в детстве украл у его матери кольцо. По холоданию до минус 29. Чиновники рассказали, будут ли отменены занятия в школах Саратова и Энгельса. Минус 29. 10 марта. Корабли НАТО зашли в порт Одессы. О, девчонки одесские. Давайте, давайте, там вокруг ходите, туда-сюда. Морячки, нормально. Это хорошо, вообще-то, это очень... Самая хорошая новость, вот сегодня, да? Так, в Коструме подорожали овощи, стрижки и поездки на такси. Так, продукты питания, подсолнечное масло, рыба, мука высшего сорта, пиломатериалы, да всё, ребят. Всё подряд. Вдова Александра Абдулова отвоевала наследство. Ну, какая симпатичная. Это кто ж такая? Юлия Мешина. На наследство претендовал родной брат Александра Роберт. Чтобы устранить конкуренты, Юлия решила выплатить ему 800 тысяч долларов. Собрать такую сумму, ей помогли друзья. Он женился на Юлии Мешиной. Абдулов, да? В 2006 году, когда их дочери было всего 9 месяцев, артиста не стало. Он скончался после продолжительной борьбы с раком. Это уже так давно всё было, боже ж ты мой. У, Петросян, это здесь же, в ленте. Впервые лично посетил слушание суда по разделу имущества со Степаненко. Вот, чёрт возьми. Ладно, и твиттер немножечко. С 2000 года Россия простила другим странам более 140 миллиардов долларов. Это Ален Попов, конечно, да, 140 миллиардов. Куба – 32, Ирак – 22, Монголия – 11, Афганистан – 11, Северная Корея – 11. Это всё миллиардных, ребята. Сирия – 10, Вьетнам – 10, Эфиопия – 6 миллиардов, Алжир – 4,7, Ливия – 4,6. Боже ж ты мой. Передайте Путину, мы ещё потерпим. Да. В Москве полицейский получил условный срок за попытку изнасилования и выстрелил в 13-летнюю школе. Всё вам рассказываю. Продолжить нападение на детей он сможет уже сейчас. А через три года... Условный срок. А через три года, когда закончится запрет работать в полиции, ещё и стрелять в них из стабильного оружия. Чёрт возьми. Людей, которые кричат нам, коней на переправе не меняют, эту переправу построили не поперёк реки, а вдоль. А, люди, которые кричат нам, вдоль реки переправу построили. Правильно, да? Она бесконечная. Наш венгерский дружок Орбан, закупивший для венгерских граждан 2 миллиона доз спутника В, сам привился китайской вакцины от Синофарм. Не дурак. И сразу это комментарий. Откуда Путлер взял 2 миллиона доз? Гамалея может произвести 10 тысяч за 3 месяца. Ответ из головы. Да, конечно. Странно, странно. Начиная с какого года надо сносить полностью всё, что принимала госдура? Думаю, начиная с декабря 2012 года с закона Димы Яковлева. Вообще кошмарный закон. Кошмарный. Так ещё у детей, у дедовности был шанс. Сейчас. Закона Димы Яковлевой по сей день. Всё принято и раскручивало репрессии против гражданского общества. Ну, понятно всё. Всё понятно. Про самую лучшую в мире вакцину уже все всё знают. Непонятно, почему её не хочет попробовать, самый лучший в мире президент. Ох, чёрт возьми. Комментарий. Он же не подопытный. Суметь даже прогноз погоды увязать с войной, это, конечно, высший пилотаж. Геббельс просто лох. И смотрите, вот, говорит Москва. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с окончания Великой Отечественной войны. В столице столбики термометров опускали до минус 20,7 градуса. То-то мне Владимир сегодня жаловался, что опять туман с ним будет спать. Да, вот такие дела. Тут комментарий. Они тут 8 марта к войне прикрутили. Я вообще офигел. Ну, тут вот тоже. Ещё на Новый год. Дед Мороз из Великого Устюга побывал в Музее Победы на Поклонной горе в Москве и зажёг огни на ёлке Победы. Интересно, интересно. У нас крысы не бегут с корабля. Они у нас управляют кораблём. Во как! Эх, лоханулись. Надо было в обнулённой Конституции не только школьные обеды прописать, но и цены на яйца, сахар и муку. Жили бы сейчас, как сыр в масле. Первый вопрос. А что такое сыр? Ответ. Это та субстанция, которую давят грузовиками. Ну, да господи, чё там? Несите пень, сейчас допишем. Та-та-та. Иностранцы на Мосбирже сбросили акции, гособлигации и рубли на 2,5 миллиарда. И вот интересно. Иностранные инвесторы в феврале стали чистыми продавцами. Только продают, ничего не покупают. После задержания Алексея Навального. Ах ты. Ладно. Спорим, что на следующий день, как только Путин отключит интернет, его вынесут вперёд ногами из Кремля подростки. Не верите? Попробуйте запрать телефон у подростка на вечер. Узнаете много нового о себе. Я вчера узнал. Н-да. В совете директоров Роснефти из 11 человек шестеро иностранцы. Скоро совет обновят, и иностранцев будет уже семеро. Вот так вот, ребята. И последнее, это ИА Панорама. Панораму знаете, да? Байден подписал указ о скачкообразном увеличении цен на продукты в России. Директивы уже разосланы в крупнейшие торговые сети стран. Ох, ёлы-палы. Ну, всё, ребята. А вообще сегодня что-то скучновато, если не считать твиттер. Пока. Меня тут спрашивали насчёт Трампа. Не слыхать, ребята. Ничего такого особо нет. Ну, до завтра, наверное. Всё. С вами доктор Влад Матокручки. Пока. Продолжение следует.